Тяга к золоту и скорой наживе погубила четырех узбеков. Эти гости несколько месяцев назад решили по-быстрому обогатиться за счет прекрасной половины Москвы. Они срывали с женщин и девушек золотые цепочки. Догонять гастарбайтеров пришлось сотрудникам московского уголовного розыска. В безлюдных местах один из участников группы подбегал и на ходу срывал с женщины цепочки из драгоценных металлов. Жертв, не останавливаясь, продолжал убегать, а двое его соучастников наблюдали за этим со стороны. И если жертва пыталась оказать какое-либо сопротивление, либо попыталась звать на помощь, принимали действия для того, чтобы ее нейтрализовать. Либо сами сделали вид, что подбегают и помогают, но этим только запутывали, либо просто физически препятствовали обращению в правоохранительные органы. Сыщикам УРУ удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались четверо уроженцев Узбекистана. Двое из них находились в Москве без документов. Задержали их на днях, когда они выслеживали очередную жертву. Их уже опознали потерпевшим. Что любопытно, один из задержанных оказался уроженцем Санкт-Петербурга. Еще двое – жители строительных вагончиков в Зеленограде и Преображенском районе столицы. Что делаешь? Чем занимаешься? Чем тут занимаешься? Работаешь или срываешь? Срываешь на светлочку. Ты здесь в Москве срываешь цепочки? Да, четыре раза. Ты кому отдавал цепочку-то? А сколько денег получал? Тебе сколько давали деньги? Мне давали. Вообще не давали? Документы есть у тебя? Документы нет. Как они? А где они? Потерял в прошлом году. На что живешь? Жена работает. Кем? На рынке торгуешь. Овища, фрукты. А ты что делаешь? Расскажи, рассказывай. Входим там, у людей там цепь. Цепь. Срываешь? Да. Задержаны проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Москвы. По данным оперативников, на их счету более 10 подобных нападений. Все, кто пострадал от действий этих лиц, просим обращаться по телефону. 694-98-88-650-64-46. Код города – 495. Продолжение следует.